Подводный мир безгранично интересен своим многообразием. Великолепные подводные растения приманивают наши взгляды, а жители подводного мира поражают воображение. Благодаря развитой аквариумистике у нас с вами есть возможность понаблюдать за жизнью многих рыб, улиток, раков, крабов и даже креветок, которых, кстати говоря, огромное количество видов. Одной из интереснейших креветок считаются макробрахиумы. Давайте познакомимся с этими аквариумными жителями. Макробрахиумы – это пресноводные креветки, род которых насчитывает около 200 видов, они отличаются между собой различными цветовыми вариациями, но имеют одну важнейшую отличительную черту от любого другого рода креветок, которую трудно не заметить. Это слишком увеличенная вторая пара конечностей, особенно у самцов. Именно из-за этой особенности аквариумисты и продавцы в аквасалонах часто называют этих креветок длинноклешневыми креветками. Замечу, что у некоторых видов удлинена только одна клешня, а вторая обычного размера. В окрасе рода макробрахиум участвуют пигменты желтого и оранжевого цвета, а также черного и даже неонового-голубого. Но свой цвет креветки часто подстраивают под окружающую среду. То есть, приобретая такую креветку, нужно быть готовым к тому, что в вашем аквариуме она может приобрести немного иную окраску. Отличаются эти креветки и размером. Однако, независимо от размера и цвета хитиновой оболочки, строение тела всех представителей рода практически ничем не отличается. У всех достаточно массивная голова. Род состоит из двух челюстей. В верхней и передней части головы расположены неотразимые глаза. Хвост в форме веера. Восемь пар ног и клешни, которые можно назвать руками. Добавлю, что зрение у этих креветок, по словам биологов, слабое. Поэтому у них такие длинные усы, которые служат органами осезания. Для того, чтобы создать идеальные условия для жизни в аквариуме, необходимо обращать внимание на естественную среду обитания. Это касается не только креветок. Это важно для любых аквариумных жителей. Макробрахиумы достаточно широко распространены. Индия, Таиланд, Пакистан, Австралия, Америка, Малайзия, Непал и много еще где. Но самое интересное, на мой взгляд, что они встречаются и на Сахалине. Из-за такого разнообразия мест проживания очень непросто вывести общие показатели воды. Так как в Гималаях, к примеру, температура воды опускается до 20 градусов. А в субтропиках, где они также обитают, такой температуры не бывает вовсе. И в то же время вода может прогреться до 32 градусов. Чаще всего в аквариумах с этими креветками поддерживают температуру 26 градусов. Она считается оптимальной, но диапазон температур от 22 до 32 градусов. Обратите внимание, при крайних показателях креветки Макробрахиумы плохо растут и становятся неактивными. При выборе аквариума для этих чудесных созданий нужно обращать внимание на размер, так как Макробрахиумы отличаются не только красом, но и размером от 3 до 30 сантиметров. Обычно в среднем на креветку размером до 5 сантиметров достаточно 3 литров воды. Однако эти креветки считаются агрессивными и многие аквариумисты выделяют на каждую взрослую некрупные осы по 15, а порой и по 20 литров. О поведении в аквариуме мы еще конечно же поговорим. А пока давайте разбираться, что еще необходимо для создания идеальных условий. Из оборудования понадобится не только обогреватель, но и компрессор. Вода всегда должна быть насыщенной кислородом. В противном случае креветки попросту погибнут. Особо хочется выделить важность фильтрации. Есть аквалюбители, которые полагают, что креветки подъедают остатки пищи от рыб. Тем самым не дают спрятаться остаткам пищи, которые в дальнейшем портят воду. В какой-то степени это действительно так. Но если внимательно понаблюдать, как и сама креветка, легко можно заметить сколько мелких частиц остается после ее приема пищи. Помимо этого не забывайте и о циркуляции воды в аквариуме. Без фильтра ее попросту не будет. Еще одним важным показателем для таких жителей является PH, который не должен быть ниже 6,5. Для того, чтобы этот показатель отслеживать необходимо иметь под рукой так называемые тесты. Освещение аквариума с макробрахиумами не должно быть ярким. Они попросту будут прятаться во всевозможные укрытия, выбираясь только во время кормления или после выключения света. Если вы все-таки хотите наблюдать за жизнью этих обитателей аквариума, стоит поставить слабый свет или приглушать имеющиеся. Как правило, у многих аквариумистов, которые любят не только макробрахиумов, но и аквариумные растения, возникает вопрос, как озеленить аквариум при таком свете. Но на самом деле это не проблема. Тенелюбивых растений достаточно много. Более того, можно высадить любые растения таким образом, чтобы они затеняли дно. То есть следует пренебречь правилам крупные растения на заднем плане. В качестве грунта обычно используют гравий, мелкую гальку, речной и морской песок. Обязательно разместите декорации в качестве укрытий. Это могут быть коряги, керамические горшочки, кокосовая шкарлупа и многое другое. Всегда помните о том, что укрытия необходимы для нормальной жизни любых ракообразных. Они нужны не только для того, чтобы укрыться от внимания хозяина, но и в период линьки. Когда начинается линька, креветки очень уязвимы. И хитиновый панцирь еще не окреп. В целом, макробрахиумы достаточно активные и любопытные креветки. Если соблюдать условия содержания и не нарушать их, макробрахиумы могут прожить более 4 лет. А вот характер у них, как уже говорил, агрессивный. Допускается содержание с крупными улитками. Не стоит макробрахиумов содержать с креветками другого рода, меньшего по размеру. Они их обязательно истребят. Конечно, не сразу, но это понадобится время. Но в итоге в аквариуме останутся только они. Другое дело содержание с рыбками. Как правило, в качестве соседей подбирают некрупных и не агрессивных рыб, которые держатся в средних и верхних слоях воды. Это может быть папандета фурката, даньо, гуппи, малинезия и так далее. Длинные вуалевые плавники могут подрезать. Не стоит содержать смольками. Они могут стать добычей. Кстати говоря, макробрахиумов можно назвать санитарами аквариума. Так как слабая и больная рыба также станет едой для этих креветок. Обратите внимание еще на один важный момент. Креветки макробрахиумы агрессивно относятся к своим сородичам, особенно если в аквариуме мало укрытий или перенаселения. Как правило, в аквариуме есть только один самец с обеими клешнями. Это альфа. Все остальные будут покалечены, а в редких случаях даже убиты. В кормлении неприхотливые. Едят практически все, в том числе и водоросли. Вообще стоит отметить их прожорливость. Они едят всегда и очень много. Считается, что у этих креветок очень быстрый обмен веществ. Поэтому лучше всего кормить их утром, в обед, вечером и перед тем, как выключить свет в аквариуме. Не стоит кормить однообразно. В зоомагазинах продается масса различных промышленных кормов для ракообразных. В том числе они не откажутся от мотыля, мучного червя, филе рыб. Но белковой пищей увлекаться не стоит. Можно давать отварные бобы, ошпаренные овощи. Если растительной пищи будет недостаточно, креветки начнут есть аквариумные растения. Некоторые виды макробрахиумов достаточно легко размножаются в домашних аквариумах. На 5-6 месяц жизни самцы начинают проявлять активность. Готовые к спариванию самки выделяют феромоны и альфа-самец оплодотворяет таких самочек. Опасный период для других самцов. В этот период часто наблюдаются серьезные стычки. Если все-таки развести макробрахиумов получилось и появились молодые креветки, как можно скорее вылавливайте их и отсаживайте в отдельную подготовленную емкость. Взрослые особи, в том числе и родители, видят в них вкусняшку, а не маленьких и милых малышей. Субтитры создавал DimaTorzok